Всем привет! Вы на канале «Теревенские будни с Александром» Канал о том, где семья купила дом в деревне Сейчас мы занимаемся ремонтом этого дома В дальнейшем приехал сюда на ПНЖ Пока мы делаем ремонт, мы заявили уже кое-каких животных Именно это, котята и кроники Сейчас я приготовлю обед для наших котят Так как что-то делать по дому у меня сегодня не получится Уже где-то пол второго дня у меня получилось приехать сегодня только в обеду И готовым котятам покушать Затем покормлю кроликов и пойду еще доделать клетки для них Потому что у нас увеличилось поголовье наших животных Наших кроликов Какие они выглядят, покажу немного позже Сегодня у них в рационе будет жареная там салка с мясом было и каша овсяная И там еще колбаска, ливерка Пару дней назад я демонтировал отопление Все, у нас остался вот один радиатор висеть Я его сам снять не могу Нужна будет помощь, поэтому немножко позже сделаю Останется сбить штукатурку и отрезать вот эти крепления для радиатора Система была заполнена маслом Наверное, трансформаторным Вот есть места, где оно проливалось и вот остались эти жирные пятна В дальнейшем будем приступать к штукатурке нашего дома Готовлю обратно на плите Это второй раз, когда я готовлю в ней Раньше использовал дрова Ну а сейчас после демонтажа остались старые подоконники и рамы Пока буду использовать их Ну хорошо, не нужно ходить на улицу за дровами Они хорошо горят, сухие Вы, может, некоторые скажете, вот зажрался, сало котам жаришь Да нет, просто раньше разводили свиней в деревне Их было много и сало достаточно Поэтому есть посвежее, а это то, что уже немножко раньше было Мне дешевле готовить его, чем покупать им какой-то корм На улице дождь идет сегодня Сыро Вот эти радиаторы, которые у нас остались от демонтажа И изначально я хотел их обратно поставить Но, наверное, не буду По нескольким причинам Это первое, что они тяжелые Но помимо того, что они тяжелые, они очень грязные внутри Было залито масло Сейчас отмыть это все, что там Потому что если я на будущее планирую Помимо котла на твердом топливе будет газовый И боюсь, что эта вся аппаратура, она будет захламляться Ну, засоряться всем этим мусором, который в радиаторах Когда начнет вода циркулировать по кругу Просто на будущее заем тоже ежи такой типа антифриза В систему, наверное, это будет И новый радиатор, это будет лучше, чем поставить эти Котятам каша сварилась Пришло время покормить наших кроликов Вот в прошлом видео, даже несколько видео назад Я показывал вот про эту поилку Да, она до безобразия простая Еще это одна Два отверстия в канистре и все Но свои функции она выполняет очень хорошо Я неделю сюда не доливаю воды Им вполне достаточно Вот на 3 кролика 5 литров Они за неделю выпиваю где-то 2,5 литра И потом доливал Один раз Но все равно это я неделю могу свободно оставить Не бояться, что они умрут от жажды Так, и что еще Я говорил, что у нас увеличение поголовья произошло Вот каких роликов я сегодня приобрел Думаю вам понравится Вот Повернись Вот какие у нас уши Это кролик породы французский баран Вот Вот такой вот Это Самец И вот самочка Та же порода Они не родственники Все это из разных линий Видите что Вот В принципе Вот Ее уже можно будет Скрещивать С этим пацаном, что я купил Калифорнийцы Калифорнийцы Это еще маленькие А вот Это уже вполне Вес У этого кролика Сегодня взвешивали 4 600 Это Самка А Самец 3,5 кг Ну что сегодня мне нужно сделать Это Вот Кормушку ей И Поилку Еще Так как эта порода Больше калифорнийцев То Им нужно будет Положу Какой-то Щит Для лап Как-то Из-за весы Не очень удобно По сетке Передвигаться Такие Прикольные Мордашки Уши эти У меня много было Но вот этих не было Еще как-то планировал Не получалось Но решил Пора уже Раз собрался Надо делать Раньше говорил Да То что я заведу еще несколько пород Ну как Бургундцы будут Возможно еще Панон Либо Белый великан Или серый великан Для того что мне как-то сравнивать Как они растут И чтобы было Будет сравнение Какую породу Лучше оставить на мясо Какую возможно удалить со временем Так 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 А А А А А всех покормил наделал вот и кормушку сделал поилку такого плана там из жести каркасик чтобы не грызла бутылку прикрепил продолжаем благоустраивать домик для наших кроликов было у меня вот такое окошко это осталось от старого сарая сделаю чтобы им было посветлее и и и Друзья, сегодня я продолжу строить клетки для наших кроликов. Вчера я их приобрел, сегодня кролих уже пустил кролю, чтобы они там погуляли. Я думаю, что все получилось, через 3-4 дня я сделаю контрольную проверку, а там уже будем смотреть, что дальше. Продолжение следует... 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 Покупал такие защелки, этот потом установлю для клеток и завесы. Каждый завесик был упакован отдельно в такую вот пленочку. Друзья, закончил я строительство нашей клетки для кроликов. Осталось мне уложить крышу, но для этого у меня есть уже сбитый готовый щит, который я просто потом в дальнейшем уложу и крыша будет готова. Ну и также осталось сделать еще сюда такие же кормушки и поилки, как я уже делал ранее. На это у меня есть еще около недели 2-3, поэтому я думаю за это время уже сделали. Теперь давайте покажу, как она выглядит со стороны. Сделано у нее, как и в нижней клетке, 3 отсека. Да, тут уже использовал. Такие вот крючки для закрывания и открывания дверей. Немножко сетка другая, но та же. Что нашел, то прикрутил. Какая есть особенность у этой клетки. Так как у маленьких, если их будет больше, возможно им понадобится больше места, чтобы вообще более вольно себя чувствовали свободнее в этой клетке. Здесь я сделал так, что вот она приподнимается, вот эта часть. Если она не нужна, ее можно отложить. И так же закрывается. Для этого я и делал те пропилы вот в двух брусках. Около каждой двери есть такой ограничитель, который не дает двери уходить далеко и легко закрывается. Самочку я уже пересадил. Все у них, я так думаю, что получилось. Но на всякий случай дня через 4-5 сделаем контрольную проверку. Друзья, мой сегодняшний день подходит к завершению. Все, что я сегодня планировал, я сделал. Именно вот установка окошка и строительство клетки. Осталось покормить моих животных и поеду домой. Еще, чтобы не показывать вам только одних животных, я вчера заказал цемент, блоки для дальнейшего ремонта в доме. И уже буквально день или через 2 дня я буду подготавливать наш дом к штукатуре у нее стен. Ну и так же нужно будет заложить еще одно окно. Так как оно нам не нужно. Поэтому на сегодня у меня все. Всем хорошее настроение, всем здоровья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok